МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полностью новых, полностью обновленных, с новым оборудованием, с новым подходом, с подходом о профессии не текущего, а будущего. В Риотве открывается второй изобретариум. Сроки на пределе. Мы сейчас с вами. Первую задачу, которую решаем, это достроить жилые квартиры, чтобы вы туда заехали. Глава Риотова провел встречу на строительной площадке жилого комплекса «Рациональ». И только на зеленый свет. Посмотри на картинки и раздели их на две группы. И шаркоды, и транспортные средства. Традиционный конкурс по правилам дорожного движения «Зеленый огонек» прошел в Риотве. Теперь об этих и других новостях подробнее. Риотовский изобретариум стал в два раза больше. После капитального ремонта дома детского творчества в нем открылся филиал гордости дополнительного образования города. Но у нового образовательного комплекса и начинка новейшая, и задачи отличаются от прежних. В чем разница – все подробности в репортаже Елизаветы Черняевой. В новом филиале изобретариума будут преподавать теперь и гуманитарные науки. Риотовские школьники получили возможность изучать фотографию, дизайн и архитектуру. Самое важное – большая часть будет бесплатной. Создание 3D-моделей, это и прототипирование на 3D-принтерах, это изготовление, это материаловедение еще к тому же, изготовление на разных станках с числовым программным обеспечением, ну и, собственно, сборки, фантазия и творчество. Аудитории нового изобретариума оснащены по последнему слову техники. Есть оборудование для создания работ по графическому дизайну, авиамоделированию, 3D-конструированию. Обучаться в группах всем будет комфортно – ноутбуков, фотоаппаратов и другой техники в достатке. Делить на всех ничего не придется. Основа довольно-таки серьезная, заложена по тому качеству оборудования, которое мы увидели, и тем специалистам, которые уже набраны для того, чтобы учить на этом оборудовании детишек и закладывать в них те основы, которые здесь предполагают их учить. И, конечно, уже дальше смотреть, чем можно помочь. Будем помогать, конечно. И самое главное, что ничего подобного ни в одном муниципальном образовании Московской области я лично не видел. Преподавательский состав пополнили новые кадры, в том числе и инженеры практики из градообразующего предприятия НПО «Машиностроение» и ведущих московских вузов. У нас два здания полностью новых, полностью обновленных, с новым оборудованием, с новым подходом, с подходом о профессии не текущего, а будущего, которые мы сейчас с вами даже до конца не осознаем, что они будут востребованы, а детей этому уже учат. И фактически через несколько лет то, что устаревает, будет не нужно, придется как бы заново догонять. А здесь дети уже в будущем и уже занимаются тем, что будет востребовано в будущем. И фактически проходит 5-10 лет, они сразу же становятся востребованными специалистами. В мае в новом изобретариуме откроется запись в группы. И с нового учебного года обновленный Дом детского творчества откроет двери для всех желающих. Благодаря дополнительному филиалу, Реутовский изобретариум теперь может обучать в год более тысяч детей. Елизавета Черняева, Александр Попов, телеканал Реутов. Сегодня глава городского округа Станислав Катров и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов провели совместную инспекцию объектов здравоохранения города. Первой точкой в совместном объезде стал врачебно-физкультурный диспансер Центральной городской клинической больницы Реутова. Он был открыт 31 января после капитального ремонта. Здесь обновлена входная группа, выполнен косметический ремонт помещений, заменены коммуникации, установлен пандус, новая мебель и предметы интерьера. В диспансере оборудовано шесть специализированных кабинетов. Это кабинет функциональной диагностики, врачебного контроля, спортивный зал, кабинет отоларинголога и две комнаты массажа. Работает врач лечебной физкультуры, которая принимает пациентов с заболеванием позвоночника, суставов, после травм, с заболеванием после инсультов, с заболеванием лицевого нерва и проводится им массаж лечебной физкультуры. В диспансере проводятся диагностические исследования с целью выявления заболеваний спортсменов. Посещают его более 35 тысяч горожан, из них почти 5 тысяч профессиональные спортсмены. Также гости посетили консультативный диагностический центр для детей, что в северной части Реутова на улице Победы, 15. Открыт он был в июле 2016 года и оснащен самым современным оборудованием на сумму 40 миллионов рублей, что позволяет врачам проводить передовые исследования и выявлять практически все патологии органов у детей. Сейчас здесь трудятся десятки высококвалифицированных специалистов. Консультационно-диагностический центр работает в полном объеме, принимает порядка 7,5 тысяч уникальных пациентов в год и порядка 14-15 тысяч услуг оказывает, то есть это посещение реальных в год. То есть он действительно нагружен, сюда приезжают не только риотовские жители с детьми, но и жители ближайших муниципалитетов. А вот в центральной городской клинической больнице обсудили основные задачи в сфере здравоохранения. В приоритетах закончить строительство пристройки к поликлинике. Решать те вопросы, которые накопились, по приобретению нового оборудования, создание всех необходимых условий с точки зрения заполнения кадров, которых не хватает. Ну и, конечно, приобретение необходимого оборудования в тех направлениях, которые сегодня являются ключевыми. Об этом говорят жители. И последней новостью в здравоохранении Реутова стало назначение нового главного врача центральной городской клинической больницы. Главврачом назначен Кирилл Евгеньевич Пашатаев. К своим обязанностям он уже приступил. И сегодня получил из рук главы и председателя Мособлдумы сертификат на сумму 870 тысяч рублей на приобретение машины скорой помощи. Читайте в свежем выпуске газеты про Реутов. Права ребенка превыше всего. Какие проблемы обсуждала в Реутове уполномоченный по правам ребенка Московской области? И мастерство, и вдохновение. Каких успехов ждать от реутовских гимнастов и гимнасток? Весеннее обновление. Какие планы у коммунальщиков на сезон благоустройства? Классу А. Как провести энергоэффективный капитальный ремонт в доме? Эти и другие материалы читайте в новом выпуске главной городской газеты про Реутов. Сроки получения заключения о соответствии жилого комплекса «Рациональ» переносятся. Сейчас планируемая дата «Х» для сотен дочеков конец апреля этого года. Движения на площадке хоть и небольшие, но есть. Тем не менее, застройщик уверяет, обязательства мешают достроить и сдать дом и паркинг. Люди по-прежнему в отчаянии. Сотни человек вот уже несколько лет не могут получить ключи от своих квартир. Вопросами дочеков занимается администрация города и лично глава Станислав Катаров. Мы сейчас с вами первую задачу, которую решаем, это достроить жилые квартиры, чтобы вы туда заехали. Если мы сейчас начнем решать задачу погасить те долги, которые есть у достройщика перед вами, не выполнив достройку жилого дома, мы ее никогда не достроим. А вот так сейчас обстоят дела на стройке. Рабочие делают входные группы, лифты уже запустили. Чердачные помещения закончат до конца недели. Балконы и лоджии тоже обещают остеклить в ближайшее время. Отделочные работы завершены на 50%. К 15 апреля их должны закончить полностью. Среди вопросов, которые волнуют дольщиков, мусор. Хоть он и не мешает рабочим, но вывести его обязаны к 20 апреля. Следующая встреча главы запланирована на 25 число. Автомойку, парковку или жилой дом на месте хоккейной коробки собираются построить на Южной 15. Жители категорически против, а разъяснения получить не могут. Самостоятельную работу уже провели, рассказывает одна из жительниц 15 дома по улице Южная. Собрали подписи, написали письма во все инстанции и сегодня за ответом пришли к депутату Ермакову. И там будет, скорее всего, площадка для воркаута, для спорта, для уличного. Ой, хорошо. Либо там будет расширен детский сад, потому что есть губернаторская программа по уменьшению очередности в ясельной группы и у нас не хватает немножко мощностей. Решение о том, что старую площадку демонтируют, уже принято. А вот что появится на ее месте, пристройка к детскому саду или современная зона для воркаута, пока не ясно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Власти Подмосковья убедительно просят жителей и гостей региона не жечь сухую траву. Это может стать причиной крупных пожаров. В Подмосковье стремительно тает снег, сухая трава становится все заметнее. Специалисты Минсельхоза говорят, что многие жители уверены, что сухую траву надо сжечь, и тогда зеленая порсель появится быстрее, а земля будет удобрена золой. Это очень опасный миф, объясняют сотрудники министерства. А вот пожары от весеннего пала травы – реальность и настоящее стихийное бедствие. После пала почва становится бесплодной, происходит обеднение природных экосистем и сокращение биологического разнообразия. Выгорают леса, огонь может добраться до населенных пунктов и стать причиной гибели и людей, и животных. В случае обнаружения горящей травы жители просят незамедлительно сообщать на пульт 112. Три важных новости пришли сегодня из правительства региона на тему раздельного сбора мусора. Первое. Во дворах всех муниципалитетов появятся информационные счеты с разъяснениями о новом порядке сбора бытовых отходов. Вторая новость. Сайты региональных операторов Подмосковья будут принимать заявки на перерасчет платы за вывоз мусора, если цена не устраивает жителей. Это делается для того, чтобы людям не приходилось ходить за перерасчетом в офисы компании операторов. И третья новость. До конца апреля в Подмосковье утвердят схему расположения контейнерных площадок на территории региона. Схема станет основным ориентиром развития системы. Экзамен на знания правил дорожного движения сегодня сдавали десятки риотовских малышей. В девятом детсаду прошел финал конкурса «Зеленый огонек». Участвовали целыми семьями, готовились несколько недель. Сочняли речевки, шили наряды и вспоминали правила дорожного движения. Наш корреспондент Ксения Казакова пообщалась с участниками и победителями конкурса. Посмотри на картинки и раздели их на две группы – пешеходы и транспортные средства. Для маленьких участников конкурса все задания окажутся легкими. Указать пешеходов и транспортные средства. Выбрать, как правильно переходить дорогу. Собрать знаки. Юным знатокам и их родителям все по плечу. Знание дорожных знаков, знание ПДД всего понравилось. Стены нового сада, все хорошее оснащение, даже интерактив очень интересный. Много доступных игр. Семья Молчанюк проходила этапы почти всем составом. Мама, папа, двое малышей и бабушка. Она сегодня в роли фотографа. У команды свои костюмы есть название и девиз. Мы любим улыбку, задорно всегда. Любые несгоды для нас ерунда. В этом году от стандартного зеленого огонька решили отойти и конкурс прошел в виде квест-игры. Каждому участнику предлагали интерактивное задание. За правильные ответы начисляли баллы, штрафовали за невнимательность. На станции юного дорожного инспектора Дарьи Ильиной, например, за три минуты из кусочков нужно было собрать несколько знаков. Это было много, там было не так сложно и не так много этих знаков. Справились все, помогали родители. Это было очень здорово. Роли родителей отметили и инспекторы ГИБДД. Говорят, это самый важный и полезный опыт для всей семьи. Такие различные мероприятия они сплочают. Еще лишний раз нам доказывают, что родители играют важную, самую главную роль в обучении навыков безопасного поведения детишек. И дети, конечно же, когда выступают вместе в команде с родителями, им, наверное, это больше запоминается, потому что своим примером родители им доказывают, как необходимо себя вести на дороге. Такие квесты по правилам дорожного движения в городских детсадах проводить продолжат оборудование и площади позволяют, главное, чтобы дети правильно не только отвечали на конкурсные задания, но и в реальной жизни не забывали, что переходить можно только на зеленый сигнал светофора и исключительно по пешеходному переходу. Ксения Казакова, Александр Попов, телеканал Реутов. И в конце выпуска новостей о погоде на завтра. В пятницу синоптики Гесметио обещают облачную погоду. Температура утром минус 2, днем плюс 4, и возможен дождь вечером плюс 3, а ночью 1 градус выше нуля. И в завершении напомню, если у вас есть новости, расскажите о них нам по телефону редакции 791-8802. Также сообщения можно прислать на наш электронный адрес В студии работала Анна Егоршина. Надолго не прощаюсь, увидимся в следующем выпуске новостей.